МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Новости с сегодняшнего дня в репортажах корреспондентов информационной службы телекомпании Альметьевск ТВ в студии Эдуард Прокопьев, главная тема выпуска. Он не понимает, где находится и почему его остановили. В Альметьевске задержали автолюбителя в состоянии наркотического опьянения. А Зарачки почему расширен? Не понимаю, я не дал ему пульсик. Борьба с серым рынком труда продолжается. На этот раз под пристальным вниманием надзорных служб оказались предприниматели. Итоги рейда в материале нашего корреспондента. Предприниматели зачастую не все знают о тех новых законах. Что общего между крымской и татарской борьбой? В преддверии большого турнира альметьевские и крымские борцы провели совместную тренировку. Показывают нам что-то. Мы что-то им показывают, что мы умеем, что они умеют. 500 миллиардов рублей составили инвестиции в основной капитал Татарстана из небюджетных источников в 2014 году. Такая информация была озвучена на заседании итоговой коллегии Агентства инвестиционного развития. В мероприятии в режиме видеоконференц-связи принял участие Альметьевский район. В частности, было сказано о том, что за 9 месяцев прошлого года прямые иностранные инвестиции в республики достигли 401 миллиона долларов. Это составляет 137% к аналогичному периоду 2013 года. Среди основных задач, которые стоят перед ведомством в 2015 году, создание импортозаменяющих производств, увеличение объема экспорта. А также участие в разработке стратегии 2030 и последующая разработка инвестиционной стратегии Республики Татарстан. Все дело в усталости и давлении, так объяснил свое состояние водитель «Газели». Его задержали автоинспекторы на улице Промышленной. Стражей порядка насторожила манера езды мужчины. Его автомобиль вилял из стороны в сторону по проезжей части. В каком состоянии автомобилист сел за руль, он рассказал нашей съемочной группе. Это задержан, уставший с работы человек, ехавший. Это версия водителя «Газели», которую он рассказал в отделе ГИБДД. Однако автоинспекторы придерживались иного мнения. 31-летнего мужчину стражи дорог остановили как раз потому, что машина под его управлением двигалась странным образом. У подсотрудников подсказал, в трезвом состоянии так не ездят. Вы согласны проходить освидетельство? Очень. Вы что-нибудь употребляли? Нет. Вообще ничего не было? Можно ваше хранение? Задержанный уверял, что абсолютно трезв. Поэтому согласился пройти освидетельствование. Прибор оказался на стороне автомобилиста и показал нули. Алкоголя в организме мужчины обнаружено не было. Но ему предстояло пройти еще один тест. Тест на алкоголь, по закону положен сначала. Но так как у него имеются признаки наркотического опьянения, мы его направляем на связь в медицинское учреждение. Автомобилист до конца стоял на своем. Он не понимал, почему его задержали. Ехал себе по дороге, никого не трогал, аварии с его участием не было. Объяснение своему внешнему виду и состоянию мужчина также нашел быстро. Я не понимаю вообще. А как вы себя чувствуете, ваше состояние? Нормальное состояние. Я просто с ночей иду. А почему у вас глаза красные? Давление. А зрачки почему расширен? Не понимаю, я не дал ему пульсик. На прямой вопрос, употреблял ли он наркотики, только развел руками. Но все-таки утверждает, что вы употребляли наркотики. Не знаю, почему они так решили, даже не самому интересно. В наркодиспансере у водителя были взяты анализы. По их результатам стало ясно, наркотики он употреблял. По словам автоинспекторов, сейчас будет решаться вопрос о лишении его водительских прав. Газель находится на спецстоянке. Ольга Степанова, Эдуард Прокопьев, Альмитис ТВ. Но не всегда нарушение правил дорожного движения обходится без несчастных случаев. В Альмитиске сбили женщину на пешеходном переходе. Это произошло вечером 4 февраля на улице Ленина. 31-летний водитель автомобиля Митсубиси Сутлендер превысил скорость и не уступил дорогу 43-летней женщине-пешеходу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пострадавшую с серьезными травмами головы доставили в реанимационное отделение больницы. Сегодня в Альмитисском районе проживает более 100 тысяч работающего населения. Из них немалая часть не оформлена по трудовому договору. Труд других оплачивается по минимальной ставке. Почему некоторые альмитисцы не думают о своем будущем и почему о своих коллективах не хотят подумать недобросовестные работодатели – об этом в нашем следующем сюжете. Сегодня к предпринимателям отправилась большая комиссия. В ее составе представители налоговой инспекции, управление пенсионного фонда, центра труда и занятости, управление социальной защитой, а также судебные приставы. Задача специалистов – выяснить, как предприятия малого и среднего бизнеса расплачиваются со своими работниками. Сегодняшний рейд у нас проходит в рамках территориальной межрежедственной комиссии по повышению уровня жизни и легализации доходов. В ходе этих рейдов мы консультируем индивидуальных предпринимателей и рекомендуем повысить заработную плату в установленных размерах. С 1 января минимальный размер оплаты труда в бюджетной сфере составляет 5 965 рублей и 6 420 рублей в внебюджетной. Рекомендуется выплачивать заработную плату в размере прожиточного минимума. Не помогут и хитрости. За уклонение от оформления трудового договора или его подмену гражданско-правовым работодателю грозит штраф от 5 до 100 тысяч рублей. При повторном правонарушении его сумма может вырасти до 200 тысяч. Приходите к нам, регистрируетесь как работодатель, потом идете в ФСС, там у них сроки, у нас тоже сроки, есть штрафы. Не все предприниматели были рады гостям. Некоторых повышенное внимание раздражает. Такие торговцы заявляют, что нуждаются в поддержке, а не в проверках. Те, кто дружат с законом, поддержали идею проведения рейдов. В общем-то мы рейд этот поддерживаем, потому что предприниматели зачастую не все знают о тех новых законах. Поэтому рейд этот я не считаю, что какой-то карательный орган. Я считаю, что это помощь предпринимателям. Тут сколько на кредитах сидят девчонки, сколько ипотек, как быть, какие аренды. Нужны они. Раз мы идем к цивилизованному рынку, значит они должны быть проверки. Рейды будут продолжены, а специалисты призывают альметьевцев задуматься о своем будущем. Заработная плата в конверте не может гарантировать уверенности в завтрашнем дне. Алсуга Таулина, Николай Быков, Альметьевск ТВ. Одна проблема решается, на ее месте возникают две другие. Управление социальной защиты Альметьевского района подвело итоги работы за прошедший год. Год оказался непростым и для страны в целом, и для регионов в частности. Социальная помощь понадобилась не только своим гражданам, но и беженцам из Украины. Протянуть руку помощи всем, кто в ней нуждается. По такому принципу работают в Управлении социальной защиты Альметьевска. В прошлом году социальные выплаты получили более 70 тысяч жителей города и района. На это израсходовано свыше 300 миллионов рублей. Помогают не только своим гражданам, но и беженцам. Начистена материальная помощь 72 гражданам Украины в размере прожиточного минимума на сумму 502 052 рубля. Согласно постановлению комитета Министерства Татарстана за номером 679, начислена материальная помощь в размере 100 рублей на человека в день 6 гражданам Украины на сумму 16 800 рублей. Помогать ветеранам вне зависимости от приближения 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Им в первую очередь важно внимание от молодежи. Поэтому у них в доме частые гости-волонтеры, помогающие с уборкой и фельдшеры, беспокоящиеся об их самочувствии. Важна и материальная поддержка. В 2014 году компенсационные выплаты на сумму в 15 миллионов рублей получили 160 инвалидов войны. Среди них и вдовы. Обзаводятся ветераны и новым жильем. Были сформированы заявки на перечисление денежного средства на получение жилья. В результате за счет средств Федерального фонда компенсации в 2014 году 14 ветеранов Великой Отечественной войны получили финансирование на приобретение жилья. Сделать среду доступной – это сегодня в приоритете. Альметьевск должен стать городом, где удобно передвигаться инвалидным колясочникам, незрячим и слабовидящим жителям. Все это делается по программе «Доступная среда». Но здесь важна и другое – реабилитация, которая позволяет инвалидам бороться со своим недугом. На это в прошлом году выделено свыше 30 миллионов рублей. Одни проблемы решаются, на место их приходят другие. Продолжается работа по профилактике отказов матерей от своих новорожденных детей и нежелательной беременности, особенно среди несовершеннолетних. Проблемы самоубийств с каждым годом приобретают все более глобальный характер. А суицидальные попытки все чаще становятся формой поведения, к которой прибегает человек. Психологи Управления социальной защиты работают в этом направлении. На их счету ни одна спасенная жизнь. Ольга Степанова, Эдуард Прокопьев, Альметьевс ТВ. И больничные стены лечат, если в них создан настоящий домашний комфорт. В этом убедилась наша съемочная группа. В Альметьевске определены 25 медицинских палат повышенной комфортности для участников Великой Отечественной войны. Мы узнали, в каких условиях будут проходить лечение ветеранов в юбилейный год Великой Победы. Хамид Фурхудинов – труженик тыла. Великая Отечественная в 40-е годы закалила характер тогда еще совсем юного парня. Но годы берут свое. За помощью к медикам приходится обращаться все чаще. Когда в очередной раз поступил на стационарное лечение, встретили приветливо, поместили в особую палату. Присматривает за ветераном в больнице сын Фаис. Когда уже первый раз лежал, вот такое условие делало. А сейчас, наконец-то, ветеран участвовал в войне, ветеран войны, инвалидом. Вот такое условие делало, прекрасное условие. И можно вылечиться и здоровым выйти. Большой холодильник, микроволновая печь, телевизор, Wi-Fi роутер – это еще не все, что есть в палате. Здесь же построен отдельный санузел, оборудованный элементами доступной среды. В этой палате, значит, не было никаких условий. Здесь не было туалета. Здесь мы сделали туалет. Закупили все, что положено. Оснастили их функциональными кроватями. Оснастили их прикроватными. Видите, какие тумбочки у них. Стол, стулья, шкаф, холодильник, кондиционер, очиститель воздуха. А в этой палате лежит Алексей Сорокин. Мужчина только поступил на лечение и еще обессилен. Присматривает за ним супруга, которая и подтвердила. Для того, чтобы лечиться и восстанавливать силы, в больницах теперь созданы все условия. У нас хронический промпит. Задыхаемся, дышать нечем. Приглашаем в скорую, то и дело. Через два дня в скорую приезжает, делает уколы. Вот уколы сделают, не надо, в натрии. Нам хорошо. Вот сейчас мы здесь находимся тоже. Лечиться хорошо. Лечит, слава богу, хорошо все лечит. Чисто, тепло, все хорошо ухаживает. Вот тут туалет у нас здесь рядышком, все в благодати хорошо. Оборудовать комфортные палаты в каждой больнице. Такой была цель республиканского социально-гуманитарного проекта «Дорогой наш ветеран». Проект стартовал в апреле прошлого года. В лечебных учреждениях города и района было определено 25 палат для ветеранов. В медсанчасти 10 палат соответствуют всем стандартам. 12 оборудованы в центральной районной больнице. И по одной палате в поликлинике номер 3, корновенерологическом и противотуберкулезном диспансерах. Полностью готовы к пребыванию пациентов 16. В остальных ремонтные работы подходят к завершению. Елена Марданшина, Николай Быков, Альметьевск ТВ. Приятный сюрприз получили на днях маленькие жители одного из микрорайонов города. Несмотря на то, что новогодние праздники давно позади, Кышбабай и Карказы прислали детям из многодетных и малообеспеченных семей сладкие подарки. Мама семерых детишек Надежда Дуванская пришла на праздник вместе с младшим сыном. Ему всего два года, но он уже знает, что Новый год это самый веселый праздник, когда детям дарят подарки. Очень здорово, что такой вот праздник придумали, да. Такие хорошие подарки, такой веселый концерт. Вроде бы как бы Новый год прошел, а тут еще. Что за подарки, что за подарки. Это очень здорово. Мама Тимура привела своего сына в подростковый клуб «Ракета» 7 лет назад. Теперь он умеет петь, танцевать, рассказывать стихи. Бескозырка белая, полоску воротник. Пионеры смелые спросили, например, с какого парень года, с какого парохода и на каких морях. Ты побывал, моряк. Я считаю, для малоимущих, для многодетных, для них это большое подспорье. Ну как сказать, им интересно здесь. Детишки с удовольствием повеселились вместе с маленькими артистами, их родителями и воспитателями. Веселые песенки, танцы, стишки поднимали на стороне каждого юного зрителя. Сегодня мы в нашем клубе встречаем ребятишек из многодетных и малоимущих семей. Кышбабай прислал нам подарки нашим замечательным ребятишкам. И сегодня подростковый клуб «Ракета» рады всех приветствовать. И мы готовы вручить эти замечательные подарки от Дедушки Мороза и показать детям небольшой концерт. Пусть они радуются и наслаждаются. Получать подарки всегда приятно, но не меньшую радость испытывают и те, кто их дарит. Думаю, что нет на свете радостнее смотреть счастливые глаза детей, слышать их смех. И мы хотели бы этим мероприятием доставить хоть маленькую радость детям. Алсуга Таулина, Николай Быков, Альметиск ТВ И к новостям спорта. Крымские борцы приехали в Альметиск. Ежегодный турнир памяти пейта-героя Мусы Джалиля в этом году расширил свою географию и включил республику, вошедшую в прошлом году в состав России. Турнир стартует 6 февраля. Ну а пока тренировку гостей из Крыма посетили журналисты. Участие в турнире примут 20 регионов. На российском пространстве команда из Крыма самая молодая. Еще год назад борцы состязались с командами Украины, вспоминает Июб Хурдаде, призер первенства Украины. Приехали попробовать побороться по вашей борьбе, показать нашу борьбу крымскую. Особо, честно говоря, не видели еще ваших соперников. Вот с кем тренируемся. Есть у вас тоже хорошие ребята. В принципе, показывают нам что-то. Мы что-то им показываем, что мы умеем, что они умеют. Так на соревнованиях покажут, кто как. Июб Хурдаде и еще 7 человек представляют на турнире Республику Крым. Как выяснилось, у крымчан есть своя национальная борьба, очень напоминающая татаро-башкирскую национальную борьбу. Среди крымских борцов немало своих чемпионов мира, призеров универсиад. Этой видом борьбы занимается все национальности Крыма. По Крыму где-то занимается около 3000 человек. Некоторые отличия в татарской и крымской борьбе есть, говорят борцы. В крымской борьбе отсутствует так называемый амплитудный бросок, то есть бросок с отрывом. Во время совместных тренировок борцы перенимают опыт и учатся друг у друга. Приехали принять ваш опыт. И так как вы знаете, что мы развиваем и ваш вид спорта у нас в Крыму, чтобы поднять наш уровень, узнать ваши правила, мы приехали к вам сюда, чтобы ознакомиться. Фаворитом турнира можно с уверенностью назвать альмитецких батыров. В составе сборной команды Нефтеграда 6 победителей, республиканских соревнований и 5 чемпионов России. Мы думаем, наши ребята не подведут вперед такие вещи, скажем, они будут чемпионами, так невозможно. Это борьба, курешь, скажем, ковер покажет. Ну, надеемся, что на лучшее. В завершении выпуска напомним, что конкурс фотографий «Свадебный переполох» в самом разгаре. На сайте телекомпании вы можете посмотреть видеоролик, посвященный главным героям конкурса. Не поздно и поддержать влюбленных своим голосом. Сделать это можно, отправив смс-сообщение. Все подробности на нашем официальном сайте. И это все новости на сегодня. До встречи в эфире на телеканале «Пятница Альмитиск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова